так давай мы напишем что правило сложных функций раскрытия если если мы можем дифференцироваться в точке x нулевой значит а что значит производную да хорошо давай с тобой запишем пиши формулу раскрытие производных дифференцирование сложной функции иначе говоря правило дифференцирование сложной функции это не она ладно давай бери ю ю от функции в бери то как он роза не забывайте что отказывается бери ю от функции v ну и в те и в ты хоти это все приказать секунду давай мы с тобой для начала запишем умножаем на ну да да ты правильно скрываешь хорошо да на производное ты ну можно так называть но давай теперь как как еще в частых учебниках пишут you a 2 хорошо здесь так уж не берем равно равно ю производная от аргумента хорошо первый пример давай y равно да вот так вот их равно синус 3x минус 5 на первом шаге мы с того что здесь будем делать так естественно штих поставим здесь и здесь начнем это все делать штрих и штрих то есть производная сначала синуса нужно да это получается 1 делить на косинус нет нет производная синус такой шанс то есть это вложенная это вложенная функция назовем например ее к равно да это типа как синус икс это да например назовем и к вложенной функции можно как угодно так хорошо синус икс да то есть производная синус икс получается косинус косинус икс косинус 3x минус 5 получится это ну синус икс не самое лучшее здесь название лучше называть эту функцию например к или как угодно но не точно точно не ну можно назвать ее например и функцию это же функция верно функция v например так косинус 3 а ну я просто типа как замена перемены типа сделала давай и умножить на вот эту вот ноги функцию не допустим правильно на 3 умножить все на 3 до еще получается вот так 3 косинус 3x минус 5 до правильно далее теперь посложнее давай теперь возьмем стопроизводную от допустим степени 6 2x плюс 1 степени 5 степени так получается это типа вот это все это нас как будто бы x 5 и это общается это 5 умножить на наш x это будет 2x плюс 1 а в степени 4 и умножить на внутреннюю теперь двойку нужно 2 часа 10 2x плюс 1 4 так получилось у нас до 10 21 4 хорошо давайте сложнее возьмем пример например поработаем с тригонометрическими функциями например у нас будет какими-то дней так как тангенс как тангенс от так вот так вот так вот так вот да 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 там что это арх тангенс и пином арктангенс корень из x а вверху что за , что производная производная так тангенс это по-моему 1 делить не помню тангенс это 1 делить на косинус по моему 1 делить на один плюс x квадрат вот это правильно так получается арктангенс это 1 делить на 1 плюс x квадрат что у нас будет x а это вот у нас будет арктангенс корень из x правильно то есть вот это и будет наш словно говоря x получается плюс корень из x квадрате так это равно по моему это все один делить на 1 плюс x то есть это несложная производная и на вторую нет ну как несложно же есть внутренние внешне же есть умножаем не забываем нужно корень из x штрих но это же функция вот эта функция хорошо вот функция вот тоже функции функции а почему потому что это ви равно корень из x мы мы функцию ви равно корень из передаем другую функцию в арктангенс вот мы у нас есть ви ви такой не язык свин это зависимость это функции потом мы говорим у нас еще одна функция можно назвать у игрек вот она вторая функция и мы получается в игрек в акта игре кторг тангенс передаем функцию и вот и мы туда я буду сеть буковку и сюда это сложная функция а то вторая функция вот да правильно равно здесь пишем 2 на саде попри есть короче таковое правило не манимоническое демоническое когда корни как бы вперед выносит там когда у тебя будет внизу 2 дробь получается на 2 корень из x мы говорим что 2 2 умножить на корень из x а 1 плюс x здесь у тебя получилось 1 делить на 2 корни из x да вторая штучка у тебя получилось вот здесь у тебя школе из x у нас есть правило думаю что мы говорим 2 умножить на корень из x а вот то есть корень из x мы должны после двоечки поставить это право хорошего тона компания не критично далее теперь понять посложнее возьмем свою функцию еще сложнее так хорошо ну да вроде все правильно 1 делить на 2 куда правильно хорошо следующий слайд разгоняемся игрек это мы пока школьный пример решаем еще рядов узких не дошли так x квадрат плюс сейчас попробую написать x квадрат плюс тангенс x плюс 15 берем отсюда производную это все берем вот так вот сейчас даже мы знаешь как сделаем мы возьмем вот это все вот сюда вот так вот и скобочки возьмется производную равно так чему же это у нас равно равно нас получается корень 3 степени из x квадрат плюс тангенс x плюс 15 порядке все в порядке тангенс x плюс 15 а что мне случилось что это случилось второй слайд не поняла так прежде всего это будет у нас одна третья не удалось синхронировать изменить копируйте последние правки друзья при запущу страничку внешняя функция это одна третья одна третья умножить на здесь на сверху будет умножить на x x квадрат плюс тангенс x плюс 15 шо какой степень степени одна третья да хорошо далее степени две третьих или вот так две третьих или минус две третьих это будет вниз пойдет у нас значит так сейчас я пишу не все нормально ты должна по этапам все делать должна сидеть по этапу вот когда с производной будет сложной очень функции это не сможет так вот за раз мне все сделать 1 3 минус единицы минус две третьи пишем минус две третьих все правильно ладно да хорошо все правильно пишем все правильно степени тогда тогда так делаем степени минус две третьих да да так сделаем и умножить на делаем так x квадрат плюс тангенс x квадрат плюс 15 и пока что поставим просто вот этот вот штрих хорошо производим так сильно да допустим равно тогда у нас а минус две третьих это пойдет вниз получается получается вот так 3 умножить на корень из третьей степени и здесь x квадрат так скобочку плюс тангенс x плюс 15 в квадрате а тут получается у нас единица и единица умножить на x квадрат значит это получается раскрываем это равно 2 2 2 x плюс тангенс x это 13 что-то на косинус что-то у нас получается 1 делить на косинус квадрат икс да один делить на косинус квадрат икс я нашла плюс 1 косинус квадрат икс и все но это же должно быть как множители это не может быть здесь находиться это должно быть либо это не может это не может быть наверху находиться и даже быть внизу эта часть и 2x ты минут как бы не можешь лепить туда вот это относится к второй части раз ты у меня это же получается тоже ты взял производный от каждого слагаемого производный от каждого слагаемого это значит то что вот так то написать не можно значит что ты во первых это жестко то что написала вот во вторых такое за такое ну типа вот а то тайна нож как и вниз перенести второй момент вот это мы должны убрать здесь должен быть числитель единичка чиститель единичка и умножаешь над хорош скобочку давай вторую скобочку нажали у нас получится подождите вот так да давай на вторую скобочку умножаем что ты хочешь давай давай даже на вторую сколько давай вот на эту честь умножаем вот на эту 2 и x плюс и начинается дробь уже здесь вот начать здесь дробь то а знаешь как ты хитро сделать уберешь такая типа 2x несмотря то что у 2x нету знаменателя до общего с этой дроби правильно такая а ладно типа туда перенесу короче нам сделаю ну то есть и вот здесь тоже такая вжух туда так вдруг но так не у нас есть допустим условно говоря у нас есть одна третья да вот если у нас взять дроби умножить на 4 правильно вот здесь вот дробь вот дробь 1 3 ну пусть х умножить на какое-то число множество 4 что у нас получается у нас получается равно ты где-то идет сюда 4 3 то есть вот это идет сюда правильно то есть а наша скобка она должна пойти в числете потом слагаемое здесь идет до между ними уже слагаемое 2x плюс здесь слагаемыми хорошо вот это вот это и только вопрощение да и вот это итоговое прощение но если хочешь еще вот 2x ты сюда можешь вот сюда вытащить тогда у тебя останется плюс вот это вот плюс 1 делить на костюм квадрат x и тебе надо будет тогда раз у нас сложение нам нужно будет общий общий знаменатель искать хочешь делай но вообще-то является уже к отказ к итоговым результатом вращения здесь же нужно будет общий знаменательный товарищи правильно здесь же слага сложение уже между ними идет правильно значит ты плюс а если хочешь упрости еще вот это вот вещи тогда общий знаменательный нет поражет нет подожди понимаешь почему я должна а не дожди 1 3 умножить на 2 плюс 3 ну у тебя получается равно 2 плюс 3 вот третьих и вот здесь тоже хочешь подобные но хочет приводи к этому что знает после переводи причем здесь вот это x вот это который внизу в числителе смотри здесь во первых вот эта часть нападет вниз подачать перед вниз и и здесь будет их получается из полета на хорошо покажем не я значит но я не значит не понимаю давай дальше сделать ну почему она сейчас должна пойти вниз потому что вот у нас получается на 4 и вот это это пойдет сюда вниз это придется наверх 1 2 это вот эта дробь и вот это тоже 1 2 получается вот и костюм придет вниз естественно а единичка наверх я просто не попал перечисто то что накалякал не накалякал обращающая догналась это правило во первых то есть и поэтому когда перс видал что ты засунул вот это сюда и так хорошо да я поняла где ошибка да так хорошо давайте посложнее пример почему я засунула потому что я вас при я не подожди то есть у нас получится вот так словно говоря 1 2x вот так на 3 3 x x квадрат плюс x плюс 15 квадрате плюс 1 вот это вот я так понимаю 3 опять 3 ну так не нужно это не упрощение там роду усложнение жена это раскрытие на про то делаешь раскрывать не нужно потому что вот это выглядит намного красивее чем развернутый вид на ноги красивее время чем развернутый вид уложен косинус квадрат x правила свернутый вид выглядит намного красивее чем развернутый вид до носовых чуть выше лет чем развернутый вид по крайней мере математик так считают и теперь вот теперь нужно искать общий знаменатель да 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 кинуть такой сосис кредения но если тебе нужно ты можно кинуть что 2x 2x косинус сейчас подожди квадрат x10 плюс 1 да но это не является блюж что вот не то что ты раскрыла здесь полностью вот это вот эту часть хотели не нужно раскрывать уже все это то что у тебя является это как бы нет ни упрощением это наоборот как бы тут мы не можем здесь дальше подобные разворачивать да но это не требуется то есть надо чувствовать ту край где нужно остановиться знаешь когда нужно как лица ну ладно не буду шутить конечно же почувствовать когда нужно остановиться и все все хорошо теперь правильно да конечно же вот здесь нужно сказать себе стоп вот на этом этапе хорошо идем дальше далее нужно это почувствовать не счет со временем ты поймешь хотя но это только тем более но не знаю в data science тем более там скорее всего уже будет смотри у нас теперь поработаем с натуральным логарифмом слушай сейчас подумаю сейчас чтобы я сам попробую например у нас будет такая функция 5 делить на пятая степень x плюс lnx lnx суток пятая степень получается 5 делить на коне пятой степени из лнx вот так вот я думала ты говоришь что мы сегодня что там будем сложные проходить дифференциал да мы должны успеть дифференциал еще ну я постараюсь это сделать логарифмические функции и дифференциал вот и где сейчас пишешь я не пила на 4 слайде на третьем учетом пропустили ладно сейчас а 3 пропустил сейчас тогда откачу сейчас откачу y равно 5 делить на коне пятой степени лн плюс x пишем 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 быстрее функция у нас будет следующего характера и вик равно к делить на корень пятой степени из x плюс lnx 5 делить на корень пятой степени я делить на корень пятой степени x плюс lnx так хорошо мы посчитаем так равно 5 умножить на а то 7 1 5 до умножить на и плюс степени 1 минус 1 5 то есть мы переписали выражение теперь нам нужно найти производное так это у нас будет c умножить предположим как будто бы это производная 5 x степени 4 до условно говоря каким будем правом пользоваться ну тогда это получит пятерка у нас остается пятерка у нас остается каким правом будем пользоваться здесь умножить на степень это дифференцирование частного правильно это частная нам нужно воспользоваться частной типа как цифра да тет часто это значит дробь отношения можно же не дифференцированием часто можно разным можно же и другим поздно я не надо так как ты надо чувствовать правило ну то есть специально же придумали правило правило частного дифференцирования давай ты хочешь вывести через так смотри у нас есть паттерны паттерны сразу же на который мы работаем если у нас с помощью правило дифференцирования часто не получится это специально просили нам жизнь помощь правило дифференцирования частного его же не просто придумали могли как ты до математики делать поэтому вот так вот так не скопилось нам нужно еще логарифмически успеть и возможно успеем еще логарифмически сделать дифференциал проработать звуки очень интересные там звучат так в квадрат да ладно в квадрат это что же получается 5 производная умножить на вот это вот икс плюс икс корень из пяти я просто может быть я ошибаюсь просто посчитать что написать нужно правило да минус что написать правило 5 умножить ну я же пишу только в общем виде не написала да и разделить на икс 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 0 минус 5 у нас получается производная 5 остается и умножить на может на 1 5 а здесь уже производная как получается 1 5 умножить на x плюс можем с тобой на логарифмически перейти производных будет сложной функции будет правильно получается 1 5 x минус 2 и так напишу что еще запутаюсь степени 1 5 минус 1 я так напишу хорошо логарифмические целом правильно все можем тебя дальше не тянем на обычного чтения сразу же перейти на логарифмические функции целом я уже и тогда еще успеем с тобой сделать дифференциал тогда проработаем руслан еще раз такой еще такой фраз производная у нас же еще и на же в этом в данном примере x плюс lx будет являться внутренней функции наверно конечно же да где он это считается уже производной сложной функции вот смотри мы поэтому нужно еще умножить нам нужно еще умножить и правильно понимаю на x плюс ln x штрих и так говорим с тобой про логарифмическую логарифмическую производную иначе говоря производная степенно показательную иначе говоря производная или производная степенно показательной функции логарифмическая производная хорошо для начала давай мы с тобой поработаем с со самой простой производной это экспонента экспонента в степени ну понятно что экспонента в степени 2x так еще раз экспонента это у нас ешечка любимая наша степени 2x начнем с чему-то но это самое легкое что может быть это но со степени 2x производные экспоненты есть очень такие приколы одни то есть там она всегда равна сами себе не за независим и так не в степени x равно не в степени x до 2 и 2 2 е умножить на на что там так подожди у нас вот так и в степени x равно и в степени x то оно равно само себе то есть здесь равно 2 2 е е в степени двоих сюда супер хорошее начало далее совершенно верно да а теперь поговорим про сложные уже логарифмические функции все-таки получилось да да а сейчас мы говорим уже про логарифмические производные начнем с тобой с чего-то интересного наверно вот с вот с этого сейчас например ик равно сейчас сейчас x плюс 4 3 5 внизу будет x минус 1 в квадрате умножить на x плюс 3 5 степень так ну вот какой-то такой пример боже степени так ну поехали а что у нас производная частного опущается да а теперь знаешь что мы стоит сделаем теперь знаешь что я сделаю я возьму теперь просто добавлю перед частным вот вот так вот такую такой две буковки да просто произвел н а слева тоже добавлю еще буковку смотри лн добавлю вот так так настояние поднимает английский дело проходила мне теперь уже логарифмическая будет производная пожалуйста лн лн равно один делить на x еще бы еще навесит изи-изи-изи-изи для начала нужно использовать модуль и делить на x x не забываю чем модули ну во-первых нам нужно чтобы положительно было все используем модуль для для того чтобы да у нас так так как у нас функция может принимать отрицательное значение то нам нужно использовать модули которые исчезнут результат дифференцирования это уже алгоритм нет ничего то есть ничего такого смотреть просто берешь навешиваешь модули и мы поясняем это тем мы это поясняем так вот мы берем навешиваем модули здесь и здесь соответственно и мы говорим что мы это дело только для того потому что наша функция может принимать отрицательное значение что так как наша функция может принимать отрицательное значение то мы обязаны на логарифм навесить модули которые исчезнут в результат дифференцирования хорошо я навесит навесила модуль а дальше как с ней работать дальше так работаем хорошо теперь нам нужно логарифм правой частью максимально раскрыть по формуле начнем то есть у нас будет раскроем с тобой соответственно сначала вот эту часть давай мы с тобой напишем л н y можно так дальше тянуть там то есть по сути это не я тоже не продлевается то есть это не говорится равно опять по сути заново пишут л н y вот пишут там л н y равно и так далее хорошо здесь уже соответственно вот равно это чему то есть нам нужно с тобой взять уже логарифм пишем логарифм у нас на формула из до логарифма и лэнки ну и лэн это логарифм натуральный натуральный логарифм и лэн и лэн x равно 1 делить на x да и лэн x это натуральный логарифм натуральный и тогда получается л н y равно 1 делить на 5 трехэтажная дробь получится так x плюс 3 x плюс 4 давай пиши уже пиши 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 и еще разделить ну короче переписываем всю скобку получается хорошо куда эти модули еще ты можешь их дописать но здесь они не требуются для вычислений мы говорим что мы вешаем модули можем мы можем ее использовать модули если мы с тобой понимаем что на спорте финицирования то есть мы же используем любой значение когда функцию кладём можем туда принимать отрицательное значение до отрицательные но наша задача что когда но наша задача что когда мы на вершему модуль только для того чтобы у нас тобой исчезли врезать дифференцирование отрицательное значение то что у нас как ты знаешь сам логарифм после дефицита должен быть положительный Также мы можем с тобой допустить, что можем использовать, например, какие-то комплексные значения туда положить, в зависимости от условий задачи А почему у нас логарифм? Вот такого, что логарифм после дифференцирования должен быть положить, я, конечно, не знаю, может, я что-то не почитала, не знаю А сама функция может принимать у нас трицветное значение Я не знаю, вот у тебя домашка, ты на каком сейчас этапе у меня в домашке? Не на каком Ну, ответ получен Ну, хорошо, тут дробь переворачивается, это правило дифференцирования или это правило логарифмов? Это логарифмическое производное, то есть это уже считается производное от LNK, логарифма, от логарифма, это логарифмическое производное А еще есть понятие производное степенно-показательной функции Может быть, успеем еще это с тобой сделать То есть это нам всегда нужно навешивать логарифмы, правильно? Ой, модули Да, мы подразумеваем На LNK Да, потому что мы считаем, что наша функция LNK может принимать отрицательное значение И они у нас должны исчезнуть потом после дифференцирования Ну, в детских учениках, конечно, допустимые Так, у нас получается Да, 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 продолжай Здесь у нас производное частное То есть мы производное числителя умножим на знаменатель Минус производное Минус числитель умножить на производное знаменатель Расписываем, правильно? Так И обрати внимание, что у тебя Перешли к производному чаку В области допустимого значения У тебя X не может принимать минус 4 В области допустимого значения Потому что если у тебя будет X-4, то здесь ты получишь 0 в числителе Обрати внимание, что у тебя не может быть X-4 Хорошо И что с этим делать? Ну, просто ты можешь это пометить Что, допустим, X не равно минус 4 Но можно и не помечать Но, по сути, это уже академическая математика Ты можешь здесь так подробно не писать В любом случае тебе нужно понимать Производное только для интегралов А интегралы там у нас От простых производных мы, по сути, будем брать То есть это тебе больше знания даются для Data Science Вот эти вот сложные производные Логарифмические производные и так далее Так, смотри, минус Минус произведение X-1 Ты просто форму, я думаю, что я правильно все-таки пишу Пиши, пиши X плюс 3 А в пятый умножить на производную X плюс 4 В степени 3 пятых Так Производные от этого надо взять И здесь Так 5 Да, что-то похожее Ну что-то, да, действительно, да, это похоже на это Да Ну что-то, производное произведение, да, чему оно там равна Производное произведение Да У тебя, кстати, табличка формулы есть Я для тебя могу скинуть ссылочку на формулы Таблица производных Весь у тебя нет ее Да, скинь, пожалуйста Скинь, пожалуйста Конечно Так Так Произведение чуть не вижу, как там делается Сейчас все скину А, вот вижу, все Произведение от первого плюс, ну, в принципе, то же самое, как и здесь Так Да, прикол, да, действительно Да, ну что ж, тогда начнем Ну что ж Ну что ж Знаете, таблица производных Ничего, ничего сложного Ну просто, да, это, по сути, время То есть, это только время То есть, мы берем x-1 квадрат Производное Ну давай я запишу, допустим, вот x-1 x-1 в квадрате Нужно взять в производную Умножить на Вторую скобочку На x плюс 3 в пятой Сейчас, секунду Я здесь скобку не забыла закрыть Да, не забыла На x плюс 3 в пятой На x плюс 3 в пятой Плюс Плюс x-1 в квадрате x-1 в квадрате Умножить на x плюс 3 в пятой И взять отсюда производную Вот, это было раскрыли Вот это вот Вот это вот Вот это вот скобочку Разведение Вот, теперь еще И домножить на вот эту еще На 5 x плюс 4 в третьей степени Причем Домножить нужно всю скобку Вот так Мы возьмем вот так Да Умножить на На 5 x плюс 4 в третьей степени На 5 Сейчас На самом деле Знаешь, как еще можно раскидать? Ну, проще, чтобы было Еще подожди Но Я тебе, кстати, скину еще правила хорошие Смотри Мы берем так То есть Это ты Это ты Решала классические способы Да, через Ну, соответственно Здесь ты там Нажал, делил и так далее Слайд Давай Пиши давай У тебя все написано Пиши, пожалуйста Мне вот здесь Внимание Давай Давай Среди оточимся Я покажу Как это нужно делать Да, я покажу Вот у нас есть Получается Шестой Как он Пятый Пятый У нас есть Натуральный логарифм от xy Да И мы имеем право И мы можем это сделать Вот так вот Согласно формуле lnx-lny Вот И если Если мы применим Вот это уже Правило раскрытия Логарифмической Производной То что мы получим с тобой Мы получим следующее Мы получим с тобой lny равно lnx плюс 4 Что-то у нас было 3,5 Да, 3,5 А где ты вот это вот взял lnx-lny Я не понимаю Откуда это взял Все правила Правила Все раскрытия Это правило Ну как же lnx-lny Это у нас Предыдущие У нас же с тобой Вот же есть ln Наверху x Внизу y А вот вижу Я такого не видела В нашем примере Мы можем Как бы Что-то новое Скажем так lnx плюс y 3,5 Да То есть это намного проще Можем применять это правило Но нам Смотришь как я быстро Все это решу x-1 получается Смотри Сейчас x-1 Так Во второй степени Сейчас Сейчас Секунду lnx плюс y 3,5 Так Это lnx плюс y 3,5 Это я сюда уже Навесил Получается Правило Это У нас получается lny Корень 5 Степени Сейчас запишу Так Сейчас запишу Допустим В уме скорее сложно Будет мне записать Это Смотри ln Корень 5 Степени ln Корень 5 Степени Из x Плюс 4 Третий Третий Минус Минус lnx Минус 1 Умножить На x Плюс 3 Пятый Вот Далее Теперь я иду туда Вниз Теперь туда пошел я ln y Равно Соответственно ln x Плюс 4 3,5 Корень с крылья Сделали из этого Степень Минус ln x Минус 1 Вот это Плюс Здесь у нас Соответственно Еще один Появляется Натуральный Логарифм Плюс 3 В пятой Степени Здесь обратите внимание Мы раскрыли Уже получилось У нас Еще один Логарифм Это тоже Будет правило Логарифмов Что ли Да У нас Здесь Получается Здесь же У них Между ними Было умножение Вот здесь Вот здесь Умножение И соответственно Мы раскрыли Умножение Как Произведение Частного Логарифма Здесь логарифм Здесь логарифм Вопрос Вопрос Вот Здесь вот Знак Не меняется На минус Из-за того Что Вот здесь Перед ним Минус 3 Здесь Было У нас Умножение Здесь Мы Здесь Дела Сложение У нас Производная Здесь Сложение Все Правильно Если Где Вы Умножение на сложение. Идем дальше. Смотри внимательно. Мы умножение склеили на сложение. Правильно? Дальше теперь. Следующий этап. ln. ln, соответственно, y равно 3 пятых у нас идет сюда. Вот в начало. Пишем 3 пятых. Умножаем на x плюс 4. Минус 2 идет сюда. ln x минус 1. Далее. Плюс. Плюс. Пятерка идет вперед. ln. x плюс 3. x плюс 3. Далее. А теперь что? Теперь мы это возьмем вот так вот в скобочке. Вот так вот вжег. Все полностью выражения. Здесь плюсик напишу. Здесь плюсик у нас. Так. Здесь плюс. Далее. Что дальше? Ну ты говоришь. Ты говоришь. Знак меняется, конечно. Вот когда мы берем все в скобочке, да? Потом мы последним действием. Да. Вот. Я почему-то я сказал. Равно. Молодец. Это правильно. ln. Икать равно. Но мы должны запомнить, что здесь, где умножение, мы делаем сложение обязательно. 3 пятых ln x плюс 4. Сейчас. Последний сюжет. Пойдем. На 2 ln ln x минус 1. ln x минус 1. И минус... И минус 5 ln x плюс 3. Далее. И теперь мы... Нам нужно приступить к дифференцированию. Правильно? Правильно. Вот следующий этап мы говорим. Следующий слайд. Иди сюда ко мне. Единственный вопрос у меня к тебе. Единственный вопрос у меня к тебе. Смотри. У тебя... Ты вот здесь... Здесь нет ln, а здесь ты его оставил. Здесь он исчез, здесь ты его появил. Слушай. Ты молодец. Ты молодец. Ты молодец. Конечно, ты молодец. Обязательно. Обязательно, эленки. Обязательно. Да. Просто у меня закончилась чернила в ручке. Такой бывает. Секунду. Смотри. Давай напишу. Приступаем к дифференцированию. Смотри внимательно. Следующий этап. Это важно. Смотри. Вот следующий этап. Такого не было раньше у тебя этапа. Мы пишем. Да. Мы же... Теперь мы что пишем? Теперь мы слева... Мы слева не писали с тобой ln, y штрих. А сейчас мы напишем уже ln, y штрих. Вот так напишем с тобой левую часть. Равно правая часть. Берем уже от нашего рождения, который мы получили. Опять производную берем. Смотри. 3 пятых ln, x плюс 4, x плюс 4, минус 2 ln, x минус 1, и минус 5 ln, x плюс 3. x плюс 3. Хорошо. И берем отсюда мы производную. Мы такие вжог. Вот так вот берем производную. Это самая интересная часть. Дифференцирование. То есть производная. Правая часть у нас по сути простая получилась. И что нам нужно сделать дальше? В левой части у нас один сложная функция. У нас получилась... Это ln от y. У нас получается... Да, ln от y. А y это какая-то еще функция. Например, yx квадрат. Например. Это еще функция. Функция функции. Что значит? В левой части у нас сложная функция. Справа у нас легкая функция. Что дальше? Нам нужно это все простить. То есть как мы с тобой это простим? но написано что lnx это равно логарифм е в степени x получается мы можем это заменить как логарифм а ты знаешь что такое производная от функции которая задана неявно нет ну давай ладно я сейчас просто напишу а потом все человек уже объясню что такое производная функция задана неявно потом смотри давай доделать пример то что время уже поджимает сейчас так вот левая часть левая часть в левой части вот у нас одна буковка y там да вот lny и это у нас сама по себе функция понятно но нам нужно понять что такое функция заданий и в нем на виде и поэтому у нас логарифм это внешняя функция а вот сам получается y это внутренняя функция и согласно правилам и чтобы так раскрываем ну то есть мы про используем право и право дефицит и на сложной функции у нас получит следующее y делить на y штрих то есть у нас получается 11 делить на y штрих равно 3 5 3 5 ln соответственно часть мы переписываем x плюс 4 штрих берем отсюда производную производную минус 2 ln x минус 1 здесь еще одна скобочка штрих минус 5 ln x плюс 3 штрих дальше упрощаю в левой части у нас получается что у нас получается ну вот и грек и грек и грек сюда идет игре здесь игре штрих есть понятие короче права пропорции и есть понятие вот производный то что с левой части дообразилась по сути мы с тобой можем вот перекинуть сейчас скажу мы можем в левую часть у нас станет также производная а y мы стой перенесем вот сюда короче у сюда перенесем правую часть и умножим нашу всю скобочку на y сейчас так получается у нас получится следующее у нас будет право пропорции нам нужно право пропорции 3 сейчас права часть нас получится следующие 3 здесь производным отсюда у нас получится уж нет так быстро не спориться не успею взять производную да лучше тебе объясню более подробно производим неявные функции в следующем уроке и по сути если сможете это пример доделать будет очень очень серьезно к домашкости сможете делать пример